спасибо господь спасибо спасибо вечерняя молитва и предпасхальная беседа до общения добрый вечер роли пишет да да братья и сестры всех приветствую всех благоставляем во имя да и сегодня вечером до начинаем уже когда стемнеет начнется уже 13 нисана то есть вообще остается один день до пасхи до уже вечером сегодня будем встречать уже 13 число 13 число первого месяца именуемого как nissan или а вив а вив очень нравится мне старое название такое древнее еврейское а вив а вив спасибо господу за все спасибо боже всемогущий за этот вечер благодарю тебя благодарю и снова и снова паки и паки как говорится снова и снова вновь и вновь вспоминаем события произошедшие в глубокой древности три тысячи триста тридцать два года тому назад вот в такой же день да вот в такое же время года в такой же день самый ровно до мир вам анастасия пишет да с миром принимаем слава богу агунцев уже готовили к ритуальному убиению паки паки нижен витая киев андрей пишет дякую дякую аллилуйя всем святым в нижине радоваться аллилуйя да и остается да чуть больше дня вот остается еще вот сейчас завершающийся день уже 12 число nissana но остаются 12 числа уже последние минуты как говорится до уходящего дня и наступает сегодня вечером 13 nissana предпоследний день перед пасхи прям канун перед пасхой накануне накануне пасхи все эти дни тогда во времена моисея три тысячи триста тридцать два года тому назад начиная с десятого nissana и до 14 nissana ягненок был с ними или козленок или ягненок ну годовалый будем так вот ребенок до откос или от овец брали дитя и помещали в своих домах до размещали в своих домах привязывали их домах не не за периметром дома не на улице как вот до обычаях народов в самом доме это конечно да это было он был в доме ягненочек или козленочек с ним играли конечно годовалый козленок годовалый там значит барашек будем говорить это очень нежное существо игручая нежная добрый вечер наталья пишет возлюбленные всем шалом да слава богу и к этому козленку ягненку привыкали вот и все эти дни он был с ними он находился в семье он находился не на улице не за периметром до дома а в самом доме в самой семье и это было очень таким знаком и великим и страшным одновременно и спустя более тысячи лет это исполнилось жизни иисуса иисус пришел к своим он был среди своих он был среди своего народа не за периметром не за станом не где-то еще а внутри своего народа родился и жил среди своего народа особенно последние дни конечно да он эти последние дни начинают с великой субботы вот со своего торжественного въезда в иерусалим вход господний в иерусалим как мы говорим да накануне как раз великой субботы шаббат агадоль иешуа вошел в город свой город свой город его до простой народ встречал простой народ встречал его радовался веселился но иисус конечно да он плакал переживал потому что пробуждение с одной стороны коснулась широких масс как говорится трудящихся евреев но там среди торжествующих ликующих не было как раз руководство не было первых лиц города не было лиц влияния на этот город шалом дорогие друзья роза пишет да шалом и это было очень дурным знаком конечно же иисус не мог это не понимать безусловно и действительно и он это видел потому что пробуждение когда она идет лишь снизу как бы да с народа но не имеет влияния на инженеров человеческих душ на те кто заправляет мыслями там значит да народов тех кто элитой составляет элиту сливки общества как говорят еще да значит когда не затронуто пробуждением да сегодня спрашивал православных анастасии пишут где библии написано по молитву за усопших молитвам богороди святым мощам никто не мог ответить но делов понимать или вопрос то вами был поставлен видеть какой где написано на библии да вот для православных это не вопрос вообще фактически но для религиозных имена я имею ввиду таких посвященных для священнослужителей это вообще не вопрос для них это смешной вопрос вообще даже им так видится смешным даже потому что для вас то вопрос и серьезно я так понимаю если вы протестантское верующие да евангельское верующие то для вас это серьезный вопрос но для священнослужителей как правило православных это вопрос даже ну смешной будем договорить а для посвященных таких религиозных это вообще не вопрос даже Потому что Библия является источником вероучения для протестантских верующих, евангельских христиан, разных конфессий протестантов Но не для православных и не для католиков Поэтому у нас мало точек соприкосновений, к сожалению Мало чего можем общего отталкиваться Поэтому так вот вопрос ставить Ну, по крайней мере, вы заставили задуматься, многих, я так думаю Вот вашим вопросом, слава Богу за ваш вопрос, Анастасия Вот, который вы задали православным, многим По крайней мере, они задумаются, традиционные православные Потому что, ну, рано или поздно любой человек, он, какой бы он ни был там религиозный Берутэ пишет, да, шалом, шалом Слава Богу, слава Богу Приветствую всех святых в Литве Радоваться, привет с Киева Слава Богу И, знаете, действительно Все упирается в основу Фундамент веры Фундамент веры С одной стороны, у нас, у христиан, один фундамент А с другой стороны, строим мы все по-разному Вообще Анастасия пишет, я думаю, семя сомнений посеяно, почему нет привязки к Евангелию Да, на самом деле Я помню, мне тоже вопрос такой задавали Вот Значит, тогда еще, еще когда я был традиционным священником Еще перед тем, как выйти из православия традиционного, московского периархата То мне тоже одна женщина в Москве вопрос задала Как раз вот начало 96-го Такие были первые мои столкновения с протестантами Так получилось вообще, так интересно Вот, и она там сказала, что Вот, батюшка, вот на основании слова Божьего Расскажите мне, что сейчас здесь происходит А это было все возле очереди Я стоял в самой очереди Она была возле очереди к мощам Да, к мощам Пантелеймона Голову привезли этого брата Значит, да, отрубили им давно еще эту голову И много столетий эту голову поклоняют Это выставляют для поклонения, для почитания Голова мученика Пантелеймона При жизни он был хорошим братом Хорошим христианином Помазанным служителем Он исцелял больных Молился за людей Значит, да, и много людей было исцелено По вере в Иисуса Христа Да, все прекрасно Но потом его жизнь оборвалась так трагично Ему отрубили голову И вот с тех пор, там, много столетий Его голову выставляют как шоу религиозное Для почитания, для поклонения И ваш покорный слуга тоже был в таком религиозном дурмане Мне сегодня даже представить страшно Вот на самом деле, что могло бы быть Если бы не быть до никобы Да, знаете ли, ой-ой-ой Как в той песне пелось раньше Представить страшно мне теперь Что я б не ту Открыл бы дверь Другой бы улицей прошел Иисуса б не встретил, не нашел Да, на самом деле Одна лишь дверь Это Иисус Все остальное, обманки Все остальное, это ложная имитация дверей Это все остальное Знаете ли, как вот Лишь видимость дверей Да, такая есть Хитрость такая У строителей Где вот вроде видимость дверей Сталин любил, ну как многие тираны, любил такие шутки всякие, знаете ли, видимость дверей И я был в доме, ну как дом назвать, трудно домом, это убежище, такое бомбоубежище, их назвать не знаю Это тайный объект, один секретный объект, бывший, который в 90-е годы его рассекретили Да, Сталин умер давно, но только лишь в 90-е годы рассекретили этот объект В бывшем Куйбышеве, в Самаре, значит, прям в центре города, никто не знал фактически, потому что всех там простреляли, кто знал Вот, значит, и секретный объект был, да, такой, убежище для Сталина Вот, и там была такая шахта, значит, прорыта, неимоверно, я сейчас не помню, сколько там она была глубины По тем временам рекорд какой-то был там даже достигнут, просто он нигде не был отмечен, этот рекорд Ни в книге, как говорится, Гиннеса, нигде там А почему? Потому что был секретным объектом, поэтому, соответственно, его нигде не оглашали И там, значит, там метростроевцы с Москвы там понагнали их там, они там, как метро строили, одним словом, только вниз Не так вот, не под землей, а прямо вниз, вот так вот, метро только вниз идущее Короче, страшно очень, вообще жуть такая, честно говоря Вот, лифт, не лифт, метро, не метро, непонятно, но, короче, идущее вниз штука такая И вот я спускался тоже там, значит, на экскурсии был там И там, значит, метростроевцы, их там много ударными темпами строили Я отошел к традиционному православию, когда понял смесь языческой, пишет, да, Глерда Слава Богу, да, вот, и я тоже вышел из традиционного православия в 96-м И вот Бог призвал меня к такому труду, реформаторскому, евангельскому, православному труду, обновленческому Тогда же, тогда же в 96-м году он меня призвал Ну, по поводу того секретного объекта бывшего, значит, короче, там тысячи людей работали С Москвы ударники производства, метростроевцы, герои труда, значит, там, им там понабещали, там, значит, там Ну, говорили, конечно, язык с зубами держать, значит, это секретный объект Вот, они официально были в какой-то там командировке, там и прочее Без права переписок, добрый вечер, благословение вам из Риги Спасибо за лекции по истории, аллилуйя О, да, всем святым в Риге радоваться, еще говорю, радоваться Люблю очень Ригу, хотя один раз только бывал у вас в городе, но очень полюбил город Это родной город моего папы, покойного, да, моего отца Он рижанин, он был, значит, да, как раз с Риги родом Да, по отцу там моя семья была, отцовская родня там жила Рига, да, у Кавпилс, жили в то время там, значит, а потом были переселены, были и выехали в Поволжье Уже жили в Поволжье, и я родился уже в Поволжье уже Вот, но они выехали еще где-то в 50-х годах еще где-то выехали Еще лет за 10 до моего рождения, так получается Вот, и вот такая история И, знаете, эти метростроевцы, они построили этот секретный объект Вырыли, все сделали правильно Потом их, там несколько уровней было Несколько уровней блокировалось Они поднялись на там средний уровень Их всех там расстреляли, конечно Вот, значит, никто из них не поднялся наверх никогда уже Их там всех там расстреляли Всех этих тысяч, этих ударников производства, метростроевцев, которые строили Они думали, сейчас им заплатят советское государство Ага, разогнались Коммунизм, светлое будущее Их всех стенки прям там и расстреляли Вот, трупы подняли наверх И ночью грузовиками тайком вывезли И там, значит, там до сих пор неизвестно, где там их закопали Где-то, вот, как собак Там где-то прям за городом, в яме где-то и закопали Вот, значит, и потом расстрельная команда НКВД, которые там сотни добрых этих бойцов НКВД Расстрельная команда Они поднялись на более высокий уровень Их всех там тоже расстреляли Всех этих вот людей Кто расстреливал, они не знали, кого расстреливают Ну, знали, что это НКВД Но не знали, почему их расстреливают Им не говорили Вот, этих, трупы этих НКВДшников Расстрельной команды, их тоже на грузовиках тоже закопали Там же, как собак, тоже, значит, за городом Эти, кто поднялись, они поднялись на самый верхний уровень Их тоже всех там расстреляли, этих офицеров НКВД Тоже их, как собак, вывезли всех, закопали там за городом Короче, это жуткая история Представляете, вот там на экскурсии нам рассказывали Вот здесь расстреливали этих, там расстреляли тех Там расстреляли тех Тех, кто последний расстреливал Там, сколько их было, несколько офицеров Последних этих, человек пять, наверное Офицеров, старших офицеров НКВД Они под подписками, значит, секретности, там, высшей степени Короче, они пропали без вести потом Никто не знает, где они, что они Ну, скорее всего, тоже их там ликвидировали Только уже не в Самаре, не в Куйбышеве А где-то еще, наверное, я так подозреваю В других городах Вот, одним словом, секрет был Такой секретный объект был Неимоверной важности Вот, и там должен был бы быть Сталин Если что, Самара становилась там Какой-то столицей дополнительной Вот, там точно неизвестно даже Бывал ли там Сталин, не бывал ли До сих пор засекречены вещи эти Вот, значит, ну, то, что открыли, вот, показали нам Вот, и Я к чему рассказываю? Что там, значит, когда спускаешься в кабинет Сталина Самый такой, нижний, да То там много дверей Но они все обманные двери Представляете? Там тупиковые, обманные двери То есть Сталин любил такую игру Хитрую такую Вроде как бы дверь, она ведет в никуда Или вообще там ее нет Просто имитация дверей И только лишь одна из этих дверей Она, ну, настоящая дверь По-настоящему Вот так вот Вот, и я так рассуждаю Тоже там был, когда, думаю, надо же Вот, когда человек попадает В религиозную среду, значит, определенную Есть много дверей разных Ему показывают на разные двери Но на самом деле это все тупики Или же просто имитация дверей Вот так вот Лишь одна есть дверь Которой человек войдет И выйдет, и пажет, найдет Которой, войдя, в которую он спасется Это дверь одна Это сам Иисус Христос Это не Богородица, не Мария, там, не прочее Анастасия пишет Купались ли вы в проповеди В проруби? Нет, конечно Нет, Бог миловал Нет, но хотя в холодной воде купался Там в источниках Летом, ну, летом это было Летом там ледяная вода Там холодная вода Там бывало такое, да Вот, значит, это В источниках, там, в Нижегородской Голиковской области Какая ситуация сейчас в Киеве из-за вируса Молимся Благословенная ситуация Бог нас посадил всех на карантин Да, один на один с ним Что мы пребывали, молились А на улице что? Я вот только выйду Там, либо за хлебушком Вот, и беру фотоаппарат Пофотографирую Конечно, значит, там красота Сейчас неимоверная вообще В Киеве красота Жалко, что нельзя вот так вот Ну, прогуляться Вот, ну, подышать воздухом в парках Но красота невероятная Здесь парк Киота И сакура зацвела И она уже С каждым днем Ее все больше и больше цветения Вообще, ну Ой Хочу завтра тоже Пофотографировать с утра Вот, те, кто не видели еще Посмотрите фотографии мои Я там сегодня нащелкал много Там почти 500 этих фотографий Там 400 с чем-то фотографий Сегодня на снима Представляете, утречком Рассвет Солнце встает Лучами своими Озаряет вот эти вот Сакуру И другие там Цветущие Эти деревья Потрясающая красота Вот, и так что Да Вот, но Господь дал нам Время Карантина Дал нам время Пребывать Один на один Сейчас с Ним И Я О чем хочу сказать И слова Иисуса Я как раз выставил Для картинки Как картинку Для этой трансляции Записано У Матфея 11.28 Знаменитые слова На весь мир знаменитые Придите ко мне Все труждающиеся Обремененные Я успокою вас Чаще всего этот текст Как раз он и публикуется везде Да, их там больше 200 штук И не пересмотришь все Больше 200 штук Это было Вчерашнее А сегодняшнее Больше 400 Почти там 400-500 Что ли 450 Или Я не помню Короче я снимал Просто как завороженный Такая красота Невероятная красота Вообще Так и хочется туда попасть Да, слава Богу Но Даст Бог Все это Минует Пройдет Значит И будет время Да Будет время посетить Будет время побывать Господь да благословит Вот Пусть Бог благословит всех В Казахстане Вот В Литве В Латвии Во имя Господне В России Да Своей семье привет передаю Пользуюсь случаем Да Благоставляю свою супругу Благоставляю Инну Сергеевну Благоставляю детишек наших Внуков наших Котов наших Благоставляю Да Соскучился по вам уже Слава Богу что есть интернет Где смотреть фото А Извиняюсь Я ж Не объявил На На фейсбук На фейсбук Заходите И там Там несколько страниц у меня И основная страница Так и называется Кстати Архиепископ Сергей Журавлев Там я Там даже Там увидеть Архиепископ Сергей Журавлев Там есть Как бы И официальная страница И Просто Пользовательская страница Как бы там Ну получается Они Дублируются Но Они разные Вот Одна как бы Как официальная Как личность Публичная личность Другая Другая Просто Как гражданин Обычный И та И та Действующая Поэтому Можете писать Мне и там И там Если что Контакты Все мои есть В общем-то Вайбер Ватсап Есть под каждым Видео Значит И Здесь в Украине Там и в России Вот И Как можете Финансово Тоже участвовать В моем служении Господу Вот С территории Украины С территории России Все там Подробно Как раз Под каждым Видео Рассказано И не только С территории России Украины Конечно С других территорий Тоже можете С других стран Потому что Там есть Пейпл Разобрались Наконец-то Мы с Пейпл Вот Давно Зарегистрировался Но не пользовался Им Спасибо брат За ваш труд И мужество Татьяна пишет Да слава богу Ой Когда мне говорят Вот такой Мужественный человек Там значит Там смелочек Я Ой Уж Я-то уж себя знаю Какой я смелый Какой мужественный Это Может про кого-то еще Но не про меня точно Вот Это Бог мужественный Он смелый Сто процентов Если бы вы знали Ну В принципе Многие Может даже и знают уже Я об этом свидетельствую Татьяна пишет Да благословит вас Бог Спасибо огромное В 96-м я вышел Вот И Из традиционного православия И только в конце 2000-го года Начал свое служение И только после 2003-го года Вот К этому стал серьезно относиться Так вот уже Как сегодня отношусь Почему? Потому что Годы понадобилось Богу Меня Уломать Как бы на это служение Уговорить Как бы Да Призвать Потому что Я не решался Честно говоря На это служение Не решался Потому что Я Я не сумасшедший Я понимаю Что Это Омут с головой Это Религиозная система Очень злая Жестокая Вообще Любая система Религиозная Злая Православная Она вообще Очень злая Злющая просто Вот Поэтому Я прекрасно понимаю Что это Ну Невозможная Реформация Вообще невозможная Уж Ладно там У протестантов Как бы Им Как говорит Сам Бог вел Они там даже И Называются протестанты Им как бы Это Более близко Понятно Их не испугаешь Даже словом Реформа А у нас В православии Это гиблое дело Невозможная Вообще Реформация Даже у католиков Там больше Или меньше У них там Вертикаль власти Там Папизм Но там После второго Ватиканского собора Какие-то условия Созданы для Постепенной Поэтапной Реформации Эволюционной Реформации Но у нас В православии Тем более В русскоязычном В московском Приархате Который доминирует На территории Бывшего Советского Союза Это невозможно Я так понимаю Поэтому Я Всячески Отнекивался Честно говоря Бирутэ пишет О банке Работает у вас Если через Ре Отправлять Отправлять В Россию Моей супруге Ине Да Банк там работает Я здесь На карантине Просто в молитве И нахожусь Значит там Кстати Банкомат Надо будет проверить Здесь У меня карточка Есть украинская Для меня Шокирующий был Когда православным Что я Такое творил Знаете Друзья Братья Сестры Там Просто комментарии Я сейчас читаю Пробую читать Не все Получается Прочесть Но читаю По возможности И Сегодня Убеждаю Я Да И Значит Участвуйте Финансово Друзья Потому что Нуждаемся Действительно В помощи вашей И Я то здесь Бог обеспечивает Но я больше переживаю Сейчас за свою Жену Детей Внуков Они там Сейчас у меня В России Я здесь В Украине Вот Пусть Господь Благостовит всех нас Во имя Иисуса Христа Спасибо Господь Спасибо И Я убеждаю Всех и вся Что одна Дверь Это Иисус Христос Не через окна В духовный мир Влазить Не через закрытые Двери Какие то ломиться Нарисованные Людьми Придуманные Людьми Есть Открытая Дверь Отверстая Дверь Это сам Иисус Христос И всякий Кто призовет Имя Господне Спасется Всякий Абсолютно Всякий Не важно Православный Инославный Какой Беславный Совершенный Не важно Какой ты человек Вообще Всякий Кто призовет Имя Господне Спасется Ибо Един Бог Един посредник Между Богом И человеками Человек Христос Иисус Предавший Себя Для искупления Всех Это апостол Павел Пишет К Тимофею Но это